Дмитрий Вакарчук. Выпускный детский школы искусств имени Аркадия Островского, город Сызрань. Высказываем колледж о нем немецкий. Творческий путь Дмитрия Вакарчука начался с небольшой школы искусств в городе Сызрань. Позже были и Москва, и Санкт-Петербург, победы на всероссийских и международных конкурсах. Но о родном городе и регионе деятель культуры не забыл. Сейчас доцент кафедры духовых и ударных инструментов Института Академии имени Маймонида, Российского государственного университета имени Косыгина, руководит духовым оркестром и ведет ансамбль. В этом качестве активно развивает музыкальное искусство в Сызране, помогает своей альмаматор детской школе искусств имени Островского. За работу, в том числе на благо региона, Дмитрий Вакарчук стал одним из восьми лауреатов престижной премии Самарской области «Золотой книги» в 2023 году. Это для меня большая честь находиться здесь и быть награжденным данной медалью, данной наградой. Я безмерно благодарен людям, которые со мной шли на всем пути моего творческой жизни. Благодарен Мироновой и Раиде Николаевне, благодарен моим родителям, которые меня всегда поддерживали и были всегда со мной. Проект «Золотая книга» зародился в 2006 году и за это время героями необычных страниц стали 144 одаренных ребенка и подростка, а также молодых работника отрасли Самарского региона. Но одного таланта мало. Помощь опытного наставника – это то, что всегда поможет огранить бриллиант из мира искусства. Готовить не конкретно конкурсы, а работать своей ежедневной работой. Здесь и сейчас на занятиях постепенно, постепенно набирает тот опыт и навыки с ребенком с определенным. Не знаю, мне кажется, это очень важный и интересный проект. Каждый сезон на протяжении 16 лет престижный конкурс поддерживают Министерство культуры и правительство Самарской области. Все наши звезды родились и учились в Самарском крае. Сейчас наши одаренные земляки покоряют культурное пространство нашей страны, что особенно важно. И уже кто-то известен и за пределами нашего государства. Но продолжают прославлять наш Волжский край во имя Великой Родины. Среди лауреатов победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при, Международных и Всероссийских конкурсов и Олимпиад, премии разного уровня от губернаторских до президентских, участники престижных фестивалей. Для каждого из этих прославленных деятелей культуры большая честь оказаться на страницах «Золотой книги». Не менее важно и то, что увековечивают и заслуги преподавателей. Особый символизм моменту придает то, что четвертый том «Золотой книги» выходит в 2023, который объявлен годом педагога и наставника. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.